«Маю Минглет» мы помним по культовому фильму Станислава Ростоцкого «Дело было в Пенькове». Именно эта работа стала главной в фильмографии Минглет. Она создала яркий образ Антонины Глечиковой, работящей, порядочной девушки-комсомолки, ставшей настоящим авторитетом у деревенской молодежи. Красота и талант этой артистки покорили многих критиков и зрителей, и ее стали называть русской Софи Лорен. Минглет всегда считала себя театральной актрисой. Любовь к театру перешла к ней по наследству от родителей – актеров Георгия Минглет и Валентины Королевой. В течение 43-х лет Майя Георгиевна выходила на подмостки театра имени Станиславского. У заслуженной артистки России была заветная мечта – служить в этом театре всю свою жизнь. Но ей пришлось покинуть родину, переехать в Австралию. Она родилась 8 августа 1935 года. Ее отец, знаменитый актер Георгий Павлович Минглет, был уроженцем Воронежа. Его родственники по отцовской линии были французами. После войны 1812 года на территории России осталось немало французов. Одним из них был предок актера Минглета. Мама будущей актрисы Валентина Королева тоже гордилась своей родословной. Одним из ее предков был знаменитый генерал Охотин, участвовавший в обороне Шибки. Когда Майе исполнилось два года, родители переехали в Ленинабад, Душанбе, чтобы работать в новом русском театре. Вскоре Георгия Павловича назначили художественным руководителем театра. В Душанбе семья Минглетов прожила 10 лет. После войны отца пригласили работать в столицу в театр имени Вахтангова. Семейство Минглетов переехало в Москву. В театре Вахтангова Георгий Павлович служил недолго. Перешел в театр сатиры, подмостки которого он не покинул до последних дней жизни. Майя в юности испытывала большие сомнения насчет своих способностей и внешности. Она считала себя дурнушкой, поскольку ее красота не подходила под принятые стандарты. Майя собиралась поступать на Ильяс, но в последний момент все-таки отнесла документы в школу-студию МХАТ. Сомнения Майи насчет внешности были абсолютно беспочвенными. Она была настоящей красавицей, это видели все окружающие. Она не только поступила в школу-студию МХАТ. Девушке предложили работу в доме моделей на Кузнецком мосту. Стройной брюнетки с голубыми глазами обещали очень выгодные условия. Стажировку в Англии. Майя не знала, на что решиться – получать профессию актрисы или стать моделью. Со своей проблемой она пришла к отцу, и тот отвесил ей звонкую пощечину. Для Менглета-старшего не существовало профессии, которые можно было бы сравнить с актерской. Трепетного отношения к театру он требовал и от своей дочери. Яркая внешность девушки, ее природная застенчивость, врожденный талант привлекали режиссеров. Майя училась на последнем курсе института, когда Станислав Ростоцкий объявила о наборе актеров для работы в фильме «Дело было в Пенькове». Майя пришла на пробы, но ей даже не пришлось проходить испытания. Девушка просто удобно примастилась на своем маленьком чемоданчике с увлечением, наблюдая за тем, как проходит кастинг «Другая актриса». Она не замечала, как за ней наблюдает сам режиссер. Ростоцкий высоко оценил внешность девушки, ее распахнутый взгляд, полный неподдельного интереса и восторга. Режиссеру было достаточно несколько минут, чтобы по достоинству оценить потенциал этой актрисы. Он пригласил Майю на роль агронома Глечиковой, приехавшей в деревню по распределению после института. Так, дочь Георгия Менглета обошла многих именитых актрис, которые пробовались на эту роль. В фильме речь идет не только о работе, но и о любви. Партнером юной актрисы был Вячеслав Тихонов, первый красавец советского кинематографа. Первое время Майя чувствовала себя на съемочной площадке не слишком комфортно. Рабела перед звездным актером. В процессе работы стеснение и робость прошли. После выхода фильма дело было в Пенькове. На молодую актрису обрушилась слава. Менглет не была готова к таким испытаниям, но выдержала их с честью. Советские зрители были в восторге от картины, пронизанной высокими светлыми чувствами героев. Ходили на этот фильм по нескольку раз. Режиссер и сценаристы получали мешки писем от зрителей, желавших увидеть продолжение любовной истории. Зрителям казалось, что в следующей серии Клечиков и Морозов должны обязательно пожениться. После показа в Советском Союзе началось победное шествие этой картины за границей. Дружинина, Менглет и Тихонов за это время успели побывать во многих странах. Иностранцы высоко оценили необычную внешность Майи, и ее все чаще стали называть русской Софи Лорен. Открытки и журналы с фотографиями Менглет не задерживались на прилавках, киосков. Их явно не хватало на всех поклонников актрисы. В 1958 году актрису пригласили поработать в комедии «Матрос с кометы». Главная роль в этом фильме досталась блистательной Татьяне Бестаевой. После этого была еще одна значимая роль в картине «Исправленному верить» 1959 год. Через два года актриса снялась в фильме «Аленка». Ее партнером по съемочной площадке был Василий Шукшин. В картине рассказывалось о судьбе целинников, приехавших в Казахстан в середине 50-х годов. В период съемок этого фильма актриса переживала не самые лучшие времена. В семье ее родителей разыгрывалась нешуточная драма. Георгий Менглет полюбил другую женщину – актрису Нину Архипову. Ушел из семьи. Майя долгое время не могла понять отца, но мудрое поведение матери заставило посмотреть на семейную драму с другой стороны. Менглет и Королева сумели сохранить теплые отношения друг с другом. Приоритет между кинематографом и театром актриса всегда отдавала последнему. Сразу после окончания вуза она вместе со своим мужем Леонидом Сатановским пришла служить театр имени Станиславского. В течение 43-х лет она выходила на подмостки этого прославленного учреждения культуры и покинула их только из-за неблагоприятных обстоятельств. В конце 90-х годов в театр пришел новый руководитель, и многие актеры просто не смогли смириться с его жесткой коммерческой хваткой, не оставлявшей места для творчества. Сатановский и Менглет покинули театр, в котором они собирались служить до последнего дыхания. Личная жизнь. Симпатия к Леониду Сатановскому Майя стала испытывать еще во время поступления в театральный вуз. После они стали встречаться в компаниях, где рыжеволосый паренек буквально покорил девушку прекрасным исполнением романсов. Они поженились еще до окончания вуза, вырастили двоих сыновей Алексея и Дмитрия. Алексей стал актером, Дмитрий – философом. Оба сына носят фамилию Менглет. В начале 2000-х годов сыновья настояли, чтобы родители, потерявшие работу и смысл жизни, эмигрировали к ним в Австралию. В 2015 году Леонид скончался. Майя находила утешение от раду в воспитании внуков. Майя Менглет не стала 19 января 2023 года. Она умерла в Мельбурне, Австралия. Продолжение следует... Продолжение следует...